Всем привет-привет, вы на платформе Озон и сегодня у нас непростой эфир, а самой настоящей потрясающей компанией джапоника, которая является официальным дистрибьютором японских товаров в России. И представителем, а также экспертом бренда сегодня будет очаровательная Настя. Настя, привет. Привет. Слушай, ну вообще немного расскажи о компании, чем вы вообще занимаетесь, да, понятно, что это японские какие-то товары, но что именно? Да, еще раз всем привет, меня зовут Настя, да, компания джапоника, мы эксклюзивный дистрибьютор японских товаров в России. И вы знаете, мы не то, чтобы хотим, скажем так, продавать разные продукты, мы находим лучшие продукты с внутреннего рынка Японии и привозим их в Россию. Более того, мы хотим привносить японскую культуру в Россию. И вы знаете, сегодня мы хотим представить вам бренды японской корпорации Тойота Тюсё, которая входит в группу компании Тойота, и хотели бы начать с нашей новинки. Так, и что же это такое? Вы знаете, да, мы долго думали на самом деле, что же такого интересненького привезти в Россию, так как у нас есть очень крутые маски, шампуни, и бытовая химия, все, да? И такие, а почему бы нам не привезти колготки? Ведь, да, действительно, это та деталь гардероба, которая есть у каждой девушки, и реально это боль, знаете, у одной скатываются, у другой там тянутся, перекручиваются, пойдет стрелка в самый неподходящий момент, и ты думаешь, блин, ну опять! Мы такие, так, надо с этим что-то делать. Конечно, нужно как раз-таки взять и создать что-то такое, или взять в Японии, что действительно не травмирует, скажем так, психологическое состояние женщин, потому что когда идет стрелка, все, ты уже думаешь, что делать, да, как спрятать эти ноги, да, и уже немножко чувствуешь себя, ну, какой-то, ну, не совсем интеллигентной женщиной. Так, ну я вижу, что здесь, во-первых, разные упаковки, и я так понимаю, что как раз, ну, помимо размеров, в них еще есть какое-то отличие существенное. Да, да, в целом, как бы, смотрите, да, мы долго анализировали, какой бренд именно выбрать, и остановились именно на бренде Fukuski, да, почему? Да, так как это самые комфортные, удобные, эластичные колготки в Японии, а поверьте, японцы, они, как бы, точно знают толк в качестве, да, у них широкая резинка, она не давит, не скатывается, не скручивается, с ней ничего не происходит, утром надела, и до вечера ты забыла, что ты в этих колготках, в целом. Они, девочки, особенно, очень важный момент, все колготки Fukuski зимней коллекции, они пропитаны маслом камелии, то есть они увлажняют ножки, и действительно для зимы это просто потрясающий эффект, то есть ты утром надела, вечером колготочки сняла, и действительно кожа ног, она абсолютно другая, нежели по сравнению с обычными колготками из масс-маркета. Вот, ну, я как бы много могу рассказывать. Да, но при этом, знаешь, хочется сказать, что для тех, кто уже готов сделать заказ, вот здесь внизу, в левом углу, есть перечень товаров. Вот, обратите внимание, 30 товаров здесь представлено, сегодня мы поговорим не только о колготках, но сейчас дамам, которым уже это интересно, и которые хотят заказать, с удовольствием мы все подскажем и расскажем. И скажи, пожалуйста, вот тоже сейчас могут задавать вопросы, да, потому что я понимаю, что колготки дело индивидуальное, конечно, каждому нужно подобрать свой размер, да, кстати, вот, возможно, есть какое-то понимание, да, как это сделать сейчас зрителям, как им подобрать свой размер. Да, у нас представлен размерный ряд в карточках товара Озона, и на самом деле у нас были опасения, что будут колготки маломерить, потому что японки, они как бы и ниже роста, то есть у них фигуры отличаются от фигуры российских девушек, женщин, и мы тестировали каждую модель на российских девушек, чтобы определить максимально точные размеры, объем бедер, размер одежды там и так далее, вот, поэтому все размеры, они указаны как в карточке товара, так и на каждой упаковке колготок, поэтому с этим никаких проблем не будет, это абсолютно точно. Да, и при этом, конечно, я понимаю, что разное количество дэн, да? Да, 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 вот, могу рассказать, да, у нас есть 40 дэн, да, то есть 40 дэн такой, как бы, самый ходовой вид дэн, который актуален в любой сезон, то есть и весной, и зимой, и осенью, да. А 60 дэн, они идут как бы немного поплотнее, потеплее, да, есть у нас 80 дэн и, собственно говоря, 110 дэн. И причем важный момент, что 80 и 110 дэн, они также носят теплосберегающий эффект, то есть их нити, они пропитаны инфракрасным лучом, что способствует сохранению тепла, вот, поэтому для наших зим очень актуально. А вот скажи, пожалуйста, ну, у многих очень смущает цена, да, вот пишут, что действительно, кто-то пишет, а что, в них вшита золотая нить, почему такая цена, но здесь ведь мы говорим о качестве, вот, в принципе, насколько они износостойкие, да, потому что, ну, иной раз действительно можно купить колготки там, допустим, за 200, за 300, но, в принципе, зачастую сейчас цена идет 500 рублей и плюс, да. Но при этом, сколько раз я с этим сталкивалась, буквально ты кладешь ногу на ногу, вот как-то проводишь рукой, и уже такая вот полосочка, вроде бы не пошла вот эта вот, как это, стрелка, да, но уже есть вот эти зацепки, которые не очень хорошие. Я, кстати, сегодня тоже принарядила. Да, я тоже в мире. Мы как раз в этих колготках сейчас тоже будем тестировать смотреть. Давайте мы лучше покажем, Кристина, потому что я могу много рассказывать, какие они классные, крутые, качественные, почему такая цена и так далее, но мне кажется, если мы покажем, будет эффектней, вот. Вот, и я думаю, есть смысл взять самые тонкие колготы, потому что, чтобы не говорили потом, что мы взяли. Это 40D, да? Да, 40D, бежевые, вот новые, чтобы потом тоже не было, что мы там взяли какие-то другие, может быть, колготки. Так, мы их сперваиваем. Так, смотрите, все, вот только-только. Все упаковано, да. Новенькие они. Так, а интересно, то есть, в принципе, такие колготки, ну, я видела, например, те же ваши ролики, да, где там и ножницы используют, и кто-то ногтя, мы сейчас посмотрим, да. Все это сделаем, да, отлично. Ну, да, потому что есть смысл все это показать, да, что это все действительно правда, а не монтаж и так далее. Вот, то есть, ну, в первую очередь хочу показать, что они хорошо тянутся, вот, и что у них действительно широкая резинка, да. Вот, плюс у них уплотненный мысок, то есть вот есть девочки, знаете, которые постоянно рвут колготки на пальцах. Да. Я одна из них, у меня все колготки рвутся на пальцах. Вот, и это единственные колготки, которые у меня не порвались уже за, не знаю, там, два месяца их использования. Вот, давайте что-нибудь продемонстрируем. Давай, интересно. Вот я вижу, что у тебя есть и ножницы, и апельсиновая палочка. Да, и, в принципе, обратите внимание на ногти, да. А, давайте, да, вот, как бы для начала. Один из наших, один из наших, как бы, вот, то есть вот, смотрите, я их натягиваю максимально широко, вот, и царапаю ногтями. Кстати, да, а можно я тоже вот сейчас раз попробую, да, вот, чтобы не только вот у меня подлиннее ногти, да, смотрите, вот я пытаюсь зацепить или хотя бы оставить вот эту вот полосочку. Кстати, ничего нет. Вот, смотрите, я это, вот, я это делаю. Да, можно прям вот так, очень, посмотри, можно прям вот максимально. Видите, как расходятся волокна, но они не рвутся. Ну, кстати, вот, кто-то пишет, что все рвутся одинаково. Кто-то пишет, что про один, там, известный магазин, да, который популярен, там, в Москве, да, что там тоже стоят достаточно дорого или дешевле, там, на 200-300 рублей. Но, вы понимаете, здесь каждый выбирает свое. Я думаю, что японский рынок, в принципе, уже вполне доказал свое качество, и оно действительно отличается, да, вот, всегда наших зрителей смущает, когда, да, вот, смотрите, это, вот, то есть мы тянем максимально, максимально, вот, поверьте, смотрите, и что сейчас будет? Вот, вы знаете, и будет ничего, то есть будет максимум маленькие две дырочки, видите, все. А можно еще раз, слушайте, очень классный, на самом деле, эксперимент, реально. Смотрите, раз, вот так вот дырочка, два, и тянем максимально, то есть, видите, ничего не происходит. Вот, да, и касательно цены, да, конечно, мы можем покупать колготки по 300-400 рублей, но сколько раз вы сталкивались с тем, что ты их портишь, только надевая, не говоря уже о том, что у тебя важное мероприятие, ты в офисе, ты, не знаю, там, на свадьбе, у тебя идет эта стрелка, ты думаешь, блин, ну, извините, почему, почему? Да, да, да. Вот, наши колготки, они обладают эффектом антистрелка, то есть, они разработаны специально, то есть, технология плетения, она разработана таким образом, чтобы препятствовать появлению стрелок, да, это раз, то есть, наших колготок может хватить до 10 раз больше, чем по сравнению с колготками из масс-маркета. Мы не гарантируем, что вы будете носить их вечно, что вы их никогда не порвете, да, но по сравнению с обычными колготками из масс-маркета, наши действительно служат в разы и в разы дольше, вот, плюс я еще хотела показать, подождите, это еще не все, я просто вижу, что здесь ножницы еще лежат, да, вот, собственно говоря, ножницы, хотела показать тоже, собственно говоря, этот эффект, сейчас я хочу так, видно тогда, сделать дырочку. Ого, то есть, мы прорезаем прямо дырку, да? Да, прямо дырку, и мы тянем их, чтобы вы увидели, что действительно здесь технология антистрелка, вот, я тяну довольно-таки сильно, если вы видите. Ну, кстати, да. Вот, и она не идет. То есть, за счет правильности плетения и за счет специальных нитей, получается? Да, и за счет волокна самого, потому что само волокно в этих колготках, оно было эксклюзивно разработано компанией Fukuski, именно для серии этих колготок. То есть, такой нити больше нет ни в одних колготках, это мы гарантируем. А подскажи, пожалуйста, вот на самом деле здесь, вот, все равно, я понимаю, что у нас разная публика, а есть ли в линейке размеры плюс сайз? Да, мы завезли размеры плюс сайз в категории 80D. Кстати, самое оно на сейчас, как раз холодно, да? Да, да, то есть у нас есть размеры пятерка, шестерка, и есть даже размер для девушек в положении, вот, так как они предназначены для девушек, скажем, с округлившимся животиком, либо тех, у кого есть, как бы, дополнительный объем в бедрах, вот. Поэтому в данной серии только 80D, но в будущих коллекциях мы также планируем расширять линейку размеров. Прости, пожалуйста, а на тебе тоже колготки 40D? Да, да, 40D. Просто цвет, вот сейчас у многих тут вопросы, вот это было тоже 40D. Да, это те же колготки. Да, просто кажется, что они слишком видны будут на ногах. Я попросила тебя встать, да, и вот пройтись. Вот эти же колготки сейчас надеты на Насте, и сейчас Настя вот подойдет, можно даже присесть и покажет, на самом деле цвет выглядит не так. За счет того, что такое было, о, ну супер, почему нет, даже легкий загадок. Опа, да, молодец, о, наконец-то у нас смелые представители бренд. Слушайте, ну здорово. На самом деле цвет, он подстраивается под цвет кожи, и его практически не видно. Да. Такое ощущение, что все такой легкий оттенок. Но, кстати, очень здорово. А при этом, а у меня вот какой вы мне дали, получается, Дэн, сколько? 110. 110 Дэн. Ну вот я хочу сказать, что на мне 110. Мне очень нравятся такие полный колготки. А мы можем вот так даже, да? Вот так поставим. Очень здорово, видите, контраст. Мне нравится, знаете, именно черные, когда густые колготки, когда вы их надеваете, например, с какими-то объемными, хорошими, теплыми платьями, да, когда вы с чем-то таким сочетаете. Но вот то, что вы говорили, вас не впечатляет именно бежевый цвет, что он выглядит как-то слишком густым. На ваших ножках он будет выглядеть вот так, как он сейчас выглядит на Насте. Смотрите, тут еще спрашивают все-таки. Да, про размеры просто очень переживают, думают, что японские размеры, ну вот только для японцев. А давайте я покажу, да, потому что мы специально, да, смотрите, давайте покажу, присяду покажу, что мы специально прописали все размеры с ростом, объемом бедя, размером одежды на каждой упаковке. То есть мы их тестировали для того, чтобы определить, точно ли размер подходит под наш российский рынок. То есть они все адаптированы, и вы абсолютно смело можете покупать заявленный размер в карточке Озона. Слушай, а можно я еще тебе скажу, здесь дело в том, что вот что мне понравилось, я вот вижу, есть палитра. Просто кого не впечатлил вот такой цвет, могут быть другие цвета. Девочки, там вот кто там что писал, смотрите, это только вот бежевые оттенки, грубо говоря, вот их сколько. Это палитра весенней коллекции уже, да, и если у кого-то есть, скажем так, пожелания, мы сейчас формируем нашу коллекцию, да, мы можем добавить. То есть это все, что имеется, да, и мы из них будем выбирать из этих цветов. Смотрите, кто только что, в принципе, попал впервые на трансляцию на Озон, я хочу вам сказать, что сейчас в прямом эфире мы разбираем представителя, да, компанию Джапоника, которая занимается дистрибьюцией японских товаров на российском рынке, кого не впечатлил предыдущий цвет, здесь можно все это как раз-таки выбрать для себя. Есть различные цвета, и, кстати, их достаточно много. Что мы сейчас еще будем соблюдать? Я хотела еще показать наш, да, у нас есть тут. А, вот, кстати, он как раз идет, видите, просто у нас у многих возникают сомнения, что вы это сейчас монтировали, придумали, на самом деле все не так. Вот, я хочу показать, просто действительно, чтобы не было сомнений. Вот. Ого, ну классно, вообще здорово, смотрите, каблуком вот так вот. Да, то есть вот, можно даже максимально близко, я натягиваю очень сильно. Вот видите, оно прям, вот, и с ними ничего не происходит. Вот, и еще последнее, хочу показать, да, и так как мы сами тестировали наши колготки, мне кажется, всеми возможными способами, у нас есть один эксперимент, который просто побил рекорды, я хотела показать его тоже. Это терка. То есть мы даже можем их потереть на терке. И я хочу, чтобы вы услышали звук. Сейчас, подождите, я возьму вот так, наверное. Ну, я, кстати, хочу сказать для всех зрителей, которые смотрят сейчас трансляцию, что мы в конце проведем розыгрыш, и кто-то из вас станет счастливым обладателем, как раз-таки за пять минут смогут разыграть для себя и выиграть эти самые колготки. Уже потом вы как раз выберете свой размер, свой цвет, который вам будет необходим. Так что вы оставайтесь с нами до конца трансляции, и мы выделим пять минут, за которые будет там какое-то задание, и мы с удовольствием разыграем, да, за пять минут будет розыгрыш этих колготок. То есть или в течение пяти минут смогут сейчас заказывать, да, по сниженным каким-то вариантам. Да, это прекрасно. При этом вот здесь уже пишут комментарии. Вот, мне кажется, это так, вы так, смотрите, ну, мне кажется, что если действительно холодно, то вы не вспотеете в таких колготках. Ну-ка, не, слушай, я могу добавить. Да, добавь, конечно. Я могу добавить, да, потому что у нас особенно зона шортиков, она сделана из отдельно специальных нитей, которые поглощают влагу и не дают им намокнуть. То есть если, например, человек потеет, да, а на колготках это никаким образом не отображается, то есть ему будет максимально комфортно, и он абсолютно ничего не почувствует. Да, при этом нужно сейчас успеть все это себе заказать, остается буквально 4 минуты, поэтому успевайте заказывать. Так, давай еще, что мы тестируем сейчас? А, да, я еще хотела вот этой палочке показать, просто что их можно максимально натягивать, тоже ничего. Так, смотрите, она очень острая, вот я тяну, то есть максимум, что может быть, мы получим вот небольшую дырочку, где она, то я ее не вижу, честно говоря. Вот здесь где-то, да. Вот. А, и чтобы я хотела добавить, да, вот почему наши колготки, чем они отличаются, скажем так. Волокно, которое здесь, да, оно, как я говорила, уже пропитано маслом хамелии, вот, что очень важно, и оно разработано специально для данной серии колгот. Вот, собственно говоря, и кстати, мы хотели, так, это наша дырка, которая, кстати, так и не пустила никакую стрелочку, да. А сейчас мы придумаем задание для розыгрыша, остается буквально 4 минуты для презентации, да, мы придумаем. Может быть, нужно какую-то сочинить рифму, да, с колготками, чтобы кто-то, сколько, во-первых, у нас будет победителей, как вы думаете, один, один человек, одна счастливая властница выиграет те самые колготки. Да, которая может выбрать любые колготки, то есть какие она захочет. Смотрите, сейчас буквально в течение трех минут вы придумываете какое-нибудь двустишье, четверостишье на тему колготок, на тему этого чудесного рэдджа, поника, да, да, да. Мы выбираем лучше, да. А, слушайте, а почему ты спрашиваешь, а почему упаковка китайская? Это кто-то что-то путает, да? Вы путаете, дело в том, что иероглифы не только в Китае, но и в Японии, да, вот как-то так. Вот, упаковка японская, да, вот Мария как раз-таки ответила. Действительно, сколько дэн у вас в руках? Вот это 40. Это 40 дэн. Девочки, но вы видели, как это сидит на ножках Насте, да, достаточно легко. Вот зацепляется у меня только заусенцами обычно колготки, что скорее похоже на другую сторону терки. Ну, в принципе, да, если у вас тоже есть какая-то проблема с заусенцами, эти колготки не пострадают. Сейчас пишем, буквально 2,5 минутки у вас есть, и вот кто сейчас первый среагирует, кто напишет хорошие двустишья, четверостишья, вы выберете те колготки, то количество дэн, которое вам нужно, и тот размер, и спокойно как раз-таки их заберете. И вот пошли стихи. Японские колготки можно сразу попасть с горки. А мне нравится. А, кстати, да, а вот знаете, да, ну сейчас мы еще подождем буквально минутку, и если никто не отреагирует молниеносно, то, Юлия, они, я думаю, будут вашими. Вот, но при этом еще немного, буквально пару слов здесь спрашивают про состав, скажи, пожалуйста. Да, значит, в составе полиуретан и эластан, плюс нити дополнительные, как я уже несколько раз озвучивала, да, они пропитаны маслом хамелии. Ага. То есть они действительно увлажняют ногу, и вот нас еще часто спрашивают, а на сколько хватает, то есть вот не испортятся ли они при стирке, не исчезнут ли эффекты до 10 стирок. Так, подожди, а тут уже стихи. А, стихи. Так, так, так. Красота ножек для джапоника всего дороже. О, в колготке хоть куда, на работу и в поля. Вот. В колготке, что тут, фукуски на ноги одела, больше голова за стрелки не болела. Вот. Я колготку буду брать, слишком уж хорошие, черный, так ушло куда-то, черный, серый, черный, все цвета отличные. Ну, как-то вот такая рифма. Да, так, кто тут бегом все летит. Давайте быстрее. Колготки нервутся просто класс, куплю их себе и бегом на мороз. Ну, как бы так, да. Супер классные колготки создадут вашу походку. О, ну, мне классно. Джапоника бренд на века, ты примерь колготки, будь смела. Это как лозунг вашей компании. Да, кстати, да. Как раз. Вот колготки в так, фукуски, да. Лучшие из лучших, буду я носить их все, очень уж живучие. Ну, такой белый стих. Японские колготки купили мы у вас, отличные, практичные, супер, просто класс. Так. Ой, я даже растерялась, если честно. Я тоже. Много хороших порядок. Мне понравился в самом начале с Джапоникой, там был какой-то вариант. Самый первый это был? В самом начале второй и третий. Так, 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 с Джапоникой, что же там было? Сейчас, сейчас, сейчас я найду. Ой, а где же это теперь нам найти? Так, Джапоника бренд на века, ты примерь колготки, будь смела. Этот или нет? По-моему, да. Вот этот? Так. Ну, давайте этот. Ну, давайте этот. И это у нас сейчас, я зафиксирую, это Наталья. Так. Наталья Кондрашина, Джапоника бренд на века, сейчас подойдет Виталик и покажет. Я сделала скриншот экрана, вот, собственно, Наталья, эти колготки вам, вы смело выбирайте пока цвет и размер, который вам необходим. Но нам пора идти дальше, правильно я понимаю? Да, и я хочу представить свою коллегу Елену, да. Лена расскажет вам о других продуктах группы Капмани Тойота. Да, Лен, тебе слово. Всем привет. Спасибо. Ну что, привет-привет. Привет-привет. Я думаю, мы продолжим с тобой такой обзор, да, ты также являешься экспертом компании и вполне сегодня сможешь провести не просто эфир, а еще такой тестинг, потому что с колготками, я думаю, многие уже шокированы. Про порошки, я знаю, уже многое сама, да. А теперь будем шокировать бытовой химией. Давай. Да, рассказывай, смотрите, мы презентовали колготки, которые производят и входят в группу, холдинг-группу Тойота Ту-сё. Также у нас данная продукция, бытовая химия, тоже входит в корпорацию Тойота. Это мощно, кстати, звучит. Да, да, кстати, бренд у нас называется Фанс, он у нас уже давно на рынке. Вот, решили показать, рассказать, продемонстрировать, чтобы вы увидели, как в реале все это работает, стирает. Есть у нас ТОП, это такой, скажем, хит-продаж порошок с яичным белком, но сегодня я хочу рассказать больше про порошок с антибактериальным эффектом, потому что, я думаю, на данный момент это более актуально. Смотрите, объемы у нас небольшие, здесь буквально по 900 грамм. Кстати, знаешь, сразу начали писать, а теперь средства для стирки чудо-колготок. Все правильно, да. Правильно, правильно, да. Да, 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 видите, как компания, да, у нас Тойота все сразу умно делает. Все продумано. Да. Так, смотрите, объем, рассказывай, у нас небольшой, 900 грамм, но на самом деле здесь у нас порошки концентрированные, поэтому вы смело можете вот эти 900 грамм сопоставить с четырьмя килограммами обычного порошка. Ну, я, насколько знаю, вообще этим славятся японские бренды, да, потому что нужно дать совсем немножко для стирки. Да, совсем немного, здесь, смотрите, стирки, скажем так, от 25 стирок и более хватает. Если мы будем стирать руками, то здесь вообще до 300, скажем так, стирок. Класс. Да, то есть для людей, кто стирает руками, это вообще идеальный вариант, то есть на целый год можно раз в день стирать. В чем особенность порошков? Это экологически чистые порошки, это очень важно, да, то есть Япония, мы с вами знаем, это страна, которая заботится об экологии, то есть у них очень много всяких корпораций, содружеств, которые влияют на и смотрят, чтобы не загрязнялась окружающая среда. Ты знаешь, даже я когда читала статистику, я знаю, что японки стирают чаще всех других женщин, ну, в национальном масштабе, скажем так, потому что они буквально каждый раз, приходя домой, они закидывают, немного используются, стирают. Все правильно, в Японии есть такой культ чистоты, свежести, то есть они любят, чтобы не было каких-то резких запахов, да, об этом можно сказать и в порошках, здесь практически они ничем не пахнут. А ты можно послушать аромат? Да, он такой нежный, вот я как раз открыла, такой нежный-нежный аромат, он еле-еле уловимый, да, видите, такой мелкодисперсный, такой маленький капсул, парфюм, да, еле-еле уловимый, он такой мягкий, нежный аромат, после стирки практически не ощущается, то есть если вы будете пользоваться своим парфюром, парфюмом, то, естественно, он будет у вас пахнуть ваш парфюм, а не запах порошка. А просто одежда будет иметь такой чистый аромат, да, свежести? Да, да, свежести, чистоты. Рассказываю про ваш рог, буду демонстрировать, в принципе, основная функция порошка – это очищение, все порошки справляются на 100% с загрязнями, с пятнами трудновыводимыми, въевшимися. Порошок, который у нас 99%, то есть это такой порошок чистоты, он у нас круто работает с антибактериальным эффектом, плюс неприятные запахи убивает, и третье, это, конечно же, фишка, выводит пятна, самая основная его функция. Но, смотрите, так как у нас он антибактериальный, он еще заботится о вашей стиральной машине, вам не нужно покупать какие-то дополнительные средства для того, чтобы вводить плесень, там, грибки убивать. Тут все тоже начали уже писать стихи, хотя тоже выиграть порошок, самое интересное. Порошок мы тоже будем разыгрывать в конце, да? Так, подождите немного, да? Но помимо порошка у нас еще будет спрей. Так, давайте я буду рассказывать, параллельно буду удивлять. Да, давай, давай. Смотрите, часто задают вопросы, я мониторила, смотрела вообще, какие вопросы задают люди про наши порошки, все говорят, почему нет ложки. Смотрите, компания Daichi, это производитель, он у нас входит как раз в корпорацию или в Содружество Непонии по защите окружающей среды. Поэтому вся упаковка, то есть это у нас картон, да, то есть он без проблем. То есть все перерабатывается легко. Ложечки нету, то есть можно воспользоваться обычно, вот я взяла из дома ложку, здесь, в принципе, где-то 20 грамм, это, ну, грубо скажем, 3 килограмма белья можно постирать. Я сегодня чуть-чуть меньше буду сыпать, так как у нас ручная стирка, пусть грамм 10 будет, я думаю, вполне будет. То есть еще меньше даже. Ну, потому что мы руками стирали, да, да, да. Смотрите, порошок, он очень быстро растворяется, да, то есть такие получаются как энзимы, граммы. Ух ты. Да, я много помешаю, не боюсь руками все это делать, так как можно смело стирать руками, здесь такой мягкий состав, который абсолютно безопасен для окружающей среды и для человека. И не будет потом такой пленки, да, на руках? Нет, ничего не будет. Руки получаются очень мягкие, нежные, полностью, ну, естественно, мы потом смывать будем, споласкивается, нет дерматитов, аллергии. Кстати, порошок можно использовать для людей. И нет какой-то вот такой вот этой пенки, да, сильной, которая вот часто образуется. Кстати, сильно пенится порошок, не будет. То есть вот только вот так, да? Часто задают вопросы, будет ли обильная пена в порошке при стирке, нет, такой пены не будет, так как порошок у нас работает не за счет там агрессивных палок, да, которые сильно пенятся, здесь немножко другая формула. А вот кто-то все-таки, знаешь, я тебя перевью, извини, пишет, а могли бы мерный стаканчик из картона сделать? Кстати, был раньше как раз у данного порошка, можно было собирать, но на данный момент его почему-то... Экономят картон, картон тоже, вы знаете, нужно, на самом деле его тоже нужно сделать. Да, смотрите, что я вам приготовила, или вернее всем, чтобы показать, продемонстрировать. У нас, ну вот, скажем, чаще всего хуже отсирываются это белые вещи, да, и на них всегда видны какие-то загрязнения. Я приготовила соевый соус, да, то есть мы с вами кушаем, да, то есть мы можем случайно где-то на обеде, либо дома, либо детские, кстати, вещи можно стирать смело стиральным порошком, так как он полностью вымывается, для аллергиков, для деток подходит. Вот здесь у нас будет масло, да, то есть жирные такие пятна тоже зачастую мы с вами можем себе посадить. Они очень тяжело выводятся, остаются разводы. А я, кстати, напомню, что скидки действуют в момент онлайн-трансляции и также час по ее завершению. Поэтому нужно успевать приобретать и, конечно, смотреть до конца стрим, потому что в конце мы тоже разыграем, и не только порошок, а еще и кондиционер, да, я так понимаю? Нет, мы разыграем спрей. Спрей, спрей, так же расскажут. Здесь у нас такое варенье, то есть сахар, такие у нас клейкие, липкие пятна тоже часто бывают. И вот у меня, скажем так, какао, да, я разбила, у кого есть дети, вы знаете, что всякий шоколад, какао, все это оставляет пятна. Да, да, да. Так, взрослых оставляет пятна, когда какао можно попить, так, случайно. Вот мы с вами испортили белое полотенце, смотрите. Так, теперь мы опускаем, я даже пока буду рассказывать, пусть оно у нас будет с эффектом замачивания лежит, и после мы продемонстрируем, как оно, по сути, само по себе даже очень быстро выталкивает пятна. Ты знаешь, меня пока спрашивают, вот спрашивают Кристины, как выиграть, как получить приз, да, наверняка это та, кто выиграла колготки, я так понимаю, да. Да, это вот сейчас мы все уточним, Наталья, и с вами свяжутся, правильно, я так понимаю, да, сама компания свяжется после онлайн-трансляции, да. И потом еще вам вышли. Так, еще хочу рассказать про порошки, пока у нас идет процесс стирки такой с эффектом замачивания. Повторюсь, здесь у нас порошок 99%, полностью уничтожает на 99% микробы, вирусы и так далее. Он у нас гипоаллергенный, то есть можно использовать для детей, можно использовать для, естественно, людей, кто страдает аллергией, входит в Тойота-корпорацию, тут все, да, мы уже с вами познакомились с колготками, которые суперпрочные, но еще познакомились с такими замечательными, суперэффективными порошками. Знаешь, еще сразу спрашивают, при какой температуре нужно стирать, чтобы этот порошок справлялся с такими загрязнениями. Смотри, это температура, мы обычно привыкли с вами по старинке стирать 90-60, чтобы все накипятили, это портит волокна, вещи, вымывает быстро цвет. Японцы у нас впереди планеты всей, поэтому здесь мы стираем при температуре достаточно, я бы даже вот прямо найду, чтобы видели, японцы даже пишут на упаковке, это 30 градусов, что ручная, что у нас получается с вами машинная стирка, подходит для всех типов стиральных машин, фронтальная, скажем так, с вертикальной загрузкой и так далее. Почему 30 градусов? Здесь у нас ферменты, да, в составе, помните, я сказала, что здесь такой интересный как раз состав, это ферменты, то есть это белок, и при высокой температуре, если там выше 40 градусов будет температура, к сожалению, белок погибнет, он свернется, не даст тот эффект именно вот экологически чистой, быстрой, эффективной стирки. Поэтому мы стираем. Да-да-да, поэтому, знаешь, вот, кстати, многие сейчас здесь интересуются и пишут про то, что, ну, вы взяли свежие пятна. Я хочу сказать, что в случае чего, не переживайте, у нас это не последний стрим с данным брендом, именно поэтому для следующей трансляции мы просто подготовим более застаревшие пятна, договорились, и еще раз продемонстрируем для тех, кто не верит. И еще вот скажу Наталье, которая победила и выиграла колготки, да, не переживайте, обязательно с вами свяжутся представители бренда, и вы с легкостью определитесь с тем цветом, который колготок вам необходим, с тем размером его получите. Так же будет и с порошками, но розыгрыш будет в конце трансляции. Смотрите, просто отвечаю про застарелые пятна. Если пятна очень старые, то в данном случае нужно просто делать стирку с замачиванием. То есть вы можете замочить на час, после, естественно, вы уже стираете, если вы понимаете, что у вас прям очень старое въевшееся пятно. Как показывает практика, если с первого раза нет стирала вдруг, вы можете просто на самом деле, отзываясь на Озоне, их очень много про наши порошки, со второго раза они великолепно отстирывают. Смотрите, вторая у нас есть, ну, скажем так, второй порошок, наверное, тоже его вскроем. Ты знаешь, ты пока еще распаковывай, я буквально пару слов скажу. Вот многие всегда там где-то ищут на других платформах какие-то цены дешевле на ту или иную продукцию. Так, дорогие мои, вот мы живем в 21 веке с вами, вы понимаете, что всегда везде разные компании делают скидки, да, вот сейчас есть скидка на Озоне. Находить где-то дешевле что-то, где-то непонятно, можно всегда. Сейчас мы предлагаем вам на самом деле очень хорошее снижение цен. Перечень товаров находится вот здесь, внизу в левом углу. Так же, как и колготки, здесь есть все средства, которые мы сейчас с вами разбираем. И это очень удобно, вы просто добавляете в корзину, переходите в корзину, все, и оформляете заказ. Пунктов выдачи платформы Озон очень много, поэтому не переживайте. Так, ну ты уже вскрыла. Первый порошок, смотрите, здесь у нас второй порошок, это порошок два в одном, то есть здесь у нас в состав входят смягчающие компоненты, то есть кондиционер. Если вам не хочется отдельно пользоваться кондиционером, вы либо вы не любите какие-то яркие ароматы, то в этой ситуации, что вы делаете, покупаете порошок, здесь тоже такой аромат цветочный, он такой мягкий-мягкий, нежный, то есть практически, да, вот, ну нет запаха, то есть после стирки ваши вещи будут чистые, мягкие, но при этом не будет какого-то аромата. А вся линейка, вот тут спрашивает, все линейка или можно стирать при 30 градусах? Да, вся линейка у нас при 30 градусах, да, то есть опять здесь покажу, то есть японцы, на самом деле, все японские порошки это 30 градусов. Это же еще классная экономия, потому что еще в плане того, что на 90 это обычно стирка, ну минимум там на 3 часа, да, где-то в этом районе, а холодные стирки занимают гораздо меньше времени. Да, холодная стирка у вас меньше портит вашу стиральную машину, да, а вам не нужно потом пользоваться всякими средствами от налета и так далее, да, чтобы чистить свой тент. Второе, у вас меньше вещи портятся, и, естественно, третье, это, ну, как бы, не нагревается, меньше электроэнергии тратится. Ну да, да, да. На порошках, что это экономично, экологично и эффективно. Но при этом я вот еще раз сейчас скажу, кто не видел, да, вот этот порошок, он практически, получается, не имеет запаха, просто запах чистоты, а приятный цветочный аромат от того, который в розовой упаковке. Так какого-то едкого запаха, который вы привыкли чувствовать от каких-то обыденных таких вот масс-маркетовых порошков, да, в основном, тут такого нет, это более все натурально. Да. Следующий порошок, здесь у нас порошок идет именно непосредственно для застарелых въевшихся пятен на основе яичного белка. Здесь самый максимальный концентрат, хватает, ну, скажем, 26 стирок, это при максимальной загрузке, когда вы загружаете там 6-7 килограмм белья, естественно, где-то на 40 стирок вам хватит, если вы будете стирать там 3 килограмма белья. Тут уже просто стишки смешные пошли, вот, например, у моей бабули шок, я купил ей порошок, фанс бабуля оценила и белье все отбелила. Мне кажется, это наш будущий победитель. Да-да-да, энзимы и пена в балансе, нам пятна теперь не страшны. В удачном составе от фанси спасение нашей страны. Вот, ну, это прям лозунг патриотический. Да-да-да. Так, смотрим дальше. Давайте, смотрите, посмотрим с вами, наверное, уже какой-то эффект, да. Вот, смотрите, даже прям достаю пока, да, то есть немножко еще грязная, потому что в самой грязной воде, но пятен уже, как видите, нет. Ну, конечно, какие-то телодвижения вот нужно хотя бы отжать, чтобы все это очистилось с волокон. При этом здесь вода действительно прохладная, нету какой-то, знаете, кипятка, ничего мы не отпаривали. Вот, и в принципе, достаточно теперь ополоснуть, да? Ну да, естественно, можно еще, вот приручной стирке буквально за 5-7 минут, да. Опять же вопрос, тут, я уверена, сейчас объединим эти все вопросы в один. Подходит ли для стирки детских вещей, экологически ли он чистый и гипоаллергенный ли? Смотрите, экологически чистый, то есть в составе такие компоненты, которые не разрушают экологию, да, то есть они биорастворимы, не влияют, скажем так, нет фосфата в составе, то есть не будет влиять на пресную воду, да, потому что зачастую имеют порошки, вот эти фосфаты, которые негативно влияют на экологию. А вот просто некоторые мамочки тут пишут, что, ну, вот какие-то определенные, да, инфекции, вот типа там яйца и глист, пишут, можно убить только при 60 градусах. Как себя поведет такой порошок, но если вот нужно использовать? Смотрите, в такой ситуации вот вам порошок 99%, который убивает все микробы и бактерии и так далее, то есть покупайте, если вы переживаете именно вот за детскую. Остальные порошки можно использовать для аллергиков, в принципе, просто для стирки детских вещей, они тоже подходят, если у кого-то чувствительная кожа или, скажем так, вот, да, нужно какие-то дерматиты, не вызывает порошки ни в коем случае. То есть не будет ничего? Ну вот кто-то, конечно же, как обычно, недоволен, вот Любовь, например, а вы напишите, что вам не нравится, что вас не устраивает и какие у вас есть вопросы? Вот на ваши глаза сейчас протестировали, я тоже, я не являюсь представителем этого бренда, я также, как и вы, видела, как не шла стрелка на колготках, да, как можно было ее со всячески там их мутузить и ножницами, и всем чем угодно. И сейчас вот мы видели, как в момент эфира здесь просто вот на ваших глазах это грязная вода, которая осталась от соевого соуса, да, от какао. Вот он как раз есть. Если есть конкретные вопросы, задавайте. Сахар, да, очень тяжело выводится. Понятно, что мы продемонстрировали более свежие пятна, чтобы показать, как буквально там за 5 минут все это отстируется. Если какие-то более трудновыводимые пятна, понятно, что вы будете стирать не 5 минут, это будет дольше, но 100% все отстируется. Хочу показать еще один эксперимент. Да. Вот такие вот белоснежные у меня есть носочки. Как раз один носочек оставим для эффекта, чтобы вы потом посмотрели, а второй носочек я хочу как раз специально вот тоже загрязнить. Мы сталкиваемся с тем, что у нас пяточка, мысок часто загрязняется, мы можем с вами одеть обувь, либо пройтись по где-то помещению, и у нас все это... Да, кстати, здесь идут как раз вопросы, как сильно влияет ли это на машинку, в принципе, насколько вредит эта машинка. Кто-то уже, конечно, отвечает, что любой порошок со временем начинает оказывать воздействие, но как с этим, правда? Смотрите, этот порошок не влияет на... не портит стиральную машину, объясню почему. Потому что здесь у нас 30 градусов, то есть у нас тент не нагревается, да, поэтому нет, вот не нужно использовать потом средства для очищения, это раз. Два, здесь у нас, если антибактериально мы берем, то уничтожают грибок, плесень и так далее в стиральной машине, будут вони. И три, естественно, мы сыпем немного порошка, это буквально вы видели столбовая ложка, в результате чего получается у нас с вами нет этой пены, такого количества, да, нам не нужно много пены, соответственно, из-за пенообразования тоже не портит стиральная машина. То есть я вот лично пользуюсь вот таким порошком, это мой самый любимый, и моей машине стиральной уже около пяти лет, и ни разу ничего с ней не было. То есть, обычно, знаете, как гарантия, три года проходит, все, машина ломается, то есть вот работает все. Я хочу сказать, что про гели мы еще не говорили, поэтому потерпите немного. О колготках мы уже, к сожалению, поговорили, но они в доступе, вы можете их заказать, вы можете узнать о них всю информацию, да, даже, я думаю, на вашем сайте, посмотрите. Они действительно не рвутся, мы это все протестировали сегодня. И надеюсь, что данный эфир, может быть, окажется даже в записи. Вот, что мы делаем с носками? Смотрите, ну как обычно, носки всегда страдают, делаем, пачкаем, да, вот думали-думали где, и решили, что будем пачкать земля, да, то есть основа, где у нас обычно происходят какие-то, пострадает немножечко. Сейчас я тоже так возьму. Так. Вот, смотрите, какие загрязнения. Ну, такая не очень чистоплотная, да, какая-то мадам носит эти носки, такая, прошлась по грязи в носках. Так. И будем стирать с вами тоже. Так, давайте вот как раз таки для эксперимента попробуем второй порошок. Давайте, да. 99%. Да, вот я тоже беру, открываю, буквально немного, и сыплю. Можно даже, наверное, как-то потереть тогда, типа, вот. Ну, я там постаралась максимально. Чтобы земля пропиталась, да, как-то вот. Чтобы как-то их так прям... Да, тоже не ожидайте, порошок сильно пениться не будет. Опускаем теперь. Вода, ну, такая комнатной температуре, не холодная, то есть до 30 градусов. Да, мы сейчас опустим. Да. Вот чистенький. Чистенький отодвинем от него всю грязь. Да, и пусть цветет. Спрашивают, порошок в розовой упаковке он для цветного белья или не имеет значение? Смотрите, все порошки японские у нас универсальны, то есть можно стирать светлое, слабо окрашенное, черное, темное, цветное, детское. То есть не вымывает ни в коем случае цвет. Если вы стираете по технологии, то есть согласно инструкции, то есть не при 60 градусах и так далее, то полностью как бы ваша одежда будет долго служить вам. И все будет хорошо. Да, да, все будет хорошо. И мы замачиваем и оставим, да? Ну, пусть пока оставим, да. Так, смотрите, пока у нас там процесс идет, давайте расскажу немножко о геле. Вот, да. Плюс у геля есть своя особенность, он более такой ароматный, то есть запах у него более свежий, приятный. Плюс здесь у нас тоже 900 грамм геля и, соответственно, где-то хватает в районе где-то 20 приблизительно стирок. Есть удобный носик, мы наливаем, то есть у нас колпачок здесь с вами в районе 50 миллилитров, где-то половинка, 30 миллилитров достаточно на одну стирку. Он стирает отдельно, то есть не нужно порошок и вот этот гель, да? Ничего не нужно, то есть гель, он с эффектом кондиционера, он тоже у нас два в одном такой, да, с эффектом кондиционера, тоже для всех видов и подходит для деликатной. Можно для шелка, для шерсти использовать как раз. Порошки не рекомендуется использовать, объясню почему, что здесь у нас с вами энзимы, то есть белок и, к сожалению, вот эти натуральные животного происхождения, вот эти вот волокна, которые у нас идут, белковые, оно будет постепенно разрушать. Тут ещё вот вопросы просто, а нет ли какого-то кардинального отличия между синим и розовым порошком? Синим? Кроме аромата. Смотрите, здесь, ещё раз говорю, нет кондиционера. У нас здесь у нас идёт именно эффект глубокой стирки, который бережно стирает, детские вещи можно стирать, для аллергиков подходит запаха, нету концентрат. Между розовым вместе с эффектом кондиционера. Да. То есть, если мы хотим с вами мягкую одежду, то мы два в одном, чтобы отдельно не покупать кондиционеры. Если вы не любите там ароматные кондиционеры, вы просто хотите мягкость, тогда можно как раз порошок. И знаешь, вот ещё очень важный просто вопрос, насколько хватает, вот сразу тогда скажем, и порошков, да на какое количество, плюс-минус стирок хватает? Ну, смотрите, всё зависит от того, как вы стираете. Это очень важно. То есть, если вы загрузку делаете, допустим, 7-6 килограмм, то это приблизительно где-то 25 стирок рассчитываете, да? Они все где-то, ну, вот в одной, скажем так, категории расход. Если же мы с вами стираем там 2-3 килограмма, да, там не битком набиваем стиральную машину, то в этой ситуации нам хватает порошка и на 40. А если у нас с вами ручная стирка, как я сказала, то это где-то в районе 300 стирок. О, пожалуйста. Да, там нужно буквально 3-4 грамма. То есть, это год можно стирать, поэтому тот, кто сложил, что у бабушки шок стихотворение, бабушка будет шокирована и стирает данный порошок целый год. А тут вот ещё, захожу я на Озон, ну, а тут такой подгон. Наш любимый порошок дарят просто за стишок. Вот, видите, как кто-то пользует. Смотрите, по текстуре геля. Гель я не буду демонстрировать именно стирку. Это прозрачный абсолютно гель, без всяких красителей, ничего в нём такого нет. Приятный, очень такой свежий аромат цветочный. Но не очень яркий. Да, вообще не яркий. То есть, если кто-то любит спокойный, нежный. Я сказала, что Япония – это та страна, которая любит такие вот нежные, неяркие ароматы, так как у них вот есть такие традиции, что аромат не должен мешать окружающим людям. Тут вот, кстати, спрашивают твое мнение по поводу того, а что выгоднее тогда взять, вот такой гель или порошок? Смотрите, если вы стираете детские вещи для всей семьи, если у вас нет шёлка, шерсти, каких-то деликатных вещей, то я бы, наверное, посоветовала порошок. Порошок. В принципе, расходы одинаковые, но, кажется, всё равно больше хватает, вы там можете дозировку тоже менять. Если у вас есть деликатные вещи, я думаю, что у всех они есть. Да. И детские вещи бывают деликатные, такие какие-то мягкие, нежные. Соответственно, у вас могут быть там даже нижнее тоже бельё, да, там тоже можно постирать как раз таким гелем. То есть я бы, у меня дома стоит такой гель от периодички, им пользуюсь, да, и у меня мой любимый порошок, как раз с 99%, да, с антибактериальным эффектом, тоже, естественно, вы пользуетесь в зависимости от того, если у вас очень трудные пятна, то есть въевшиеся, то, конечно, порошок. Если у вас слабые пятна, да, то есть не сильно въевшиеся, то лучше, конечно, гель, потому что гель с сильно трудными пятнами, к сожалению, не справляется. То есть функция геля более деликатная, мягкая стирка, нежная, плюс здесь с эффектом кондиционера, а у порошка такая более глубокая стирка. Мы несем домой мешок, там фанс-порошок. Если кто бельё испачкал, отстираем, станет чистым всё бельё. Ну вот, допустим, тоже такой белый стих, да? Нет, а кто-то просто пишет, подарите, пожалуйста, порошок, у меня пятеро детей быстро заканчивается, то есть такие тоже есть. Но при этом, если есть ещё какие-то вопросы, вы смело можете их задавать, да, пока идёт прямая трансляция, цена такая. Цена будет снижена ещё в течение часа по окончанию прямой трансляции. Конечно же, ещё мы обязательно разыграем сегодня порошок. Так, но не только его, а что ещё получается у нас сегодня? Так, разыгрывать мы будем ещё спрей, но к спрею я сейчас перейду, буквально скажу два слова про кондиционера. То есть те, кто любит мягкую одежду, приятный аромат, кондиционер у нас ещё и такой антистатик дают в одежде, смягчают, антибактериальный эффект, ну и, соответственно, самое главное – это аромат. То есть аромат держится долго, даже вот вы можете постирать, положить одежду в шкаф, потом достаёте из шкафа через какое-то время, всё равно он пахнет очень приятно. Два аромата у нас сегодня со скидкой идёт. Это такой приятный ягодно-цитрусовый аромат, как раз здесь у нас грейпфрут с чёрной смородиной, такой прям компот, я называю, пахнет на самом деле таким прям компотиком, да. Такой нежный, мягкий аромат. И второй аромат – это у нас с вами идёт такая платина-роза, он такой более богат, такой более-менее люксовый аромат. Да, они тоже у нас похожи по текстуре все, такие более жиденькие. Хватает их тоже надолго, они у нас концентрированы, нужно буквально там тоже… Чуть-чуть, да? Да, скажем, по крышечке, да, вот этого вполне достаточно. А можно посушить чуть-чуть? Да, я иногда добавляю даже меньше, чтобы не было такого сильно яркого аромата, потому что он приятно пахнет. Это понежнее, да, получается? Он такой, не знаю, такой люксовый, нежный, такой более благородный, да, то есть это такой нежный, тёплый, цитрусовый, яркий, да, а это вот именно такой нежный, приятный… Здесь, кстати, парфюмерная композиция у нас из натуральных масел, да, идёт, имеет номер даже свой определённый, парфюмерная душка здесь номер 24 и номер идёт 36. Смотрите, вот тут, например, вопрос, ещё вернёмся к порошкам, да, во-первых, на каких-то написано, получается, на каком-то три в одном, на втором два в одном, в чём разница, и вот спрашивает Оксана, за счёт каких компонентов антибактериальный эффект? Смотрите, три в одном, 99% для сушки в помещении у нас, три в одном – это сушит в помещении быстрее, скажем так, имеет, бывает так, что, когда вы сушите одежду в помещении, бывает затхнет запах. Чтобы этого не было, мы пользуемся порошком, он убивает вот эти микробы неприятные, да, которые источают вот этот аромат затхлого белья. Это раз, два – это сам по себе порошок, то есть именно очищение, и три – это у нас с вами идёт непосредственно такой эффект именно, скажем так, ну для сушки помещения, неприятные запахи убивает. То есть антибактериальные запахи и сам по себе… Да, а в чём вот именно, почему антибактериальные именно? Антибактериальные, смотрите, здесь у нас перокарбонат натрия, то есть по сути это антибактериальный компонент, есть ещё несколько в составе антибактериальных компонентов, которые убивают вот как раз таки вирусы, да, вирусные бактерии. Так, понятно. Всё, возвращаемся теперь обратно к кондиционерам. Да, к кондиционерам, то есть два вида, их хватает на очень долго, они у нас концентрированные, мягкие, нежные, можно там буквально полкрышки, можно даже немножко меньше, чтобы освежить, очень хорошо смягчают, приятные, нежные, я обязательно советую для тех, кому хочется мягкости, тепла и нежности. И теперь я перехожу с вами непосредственно к спреям. Угу. Вот, и по спреям, что очень важно, это такой наш новый продукт, который у нас появился в компании именно в бренде Фанс недавно. Так, сейчас носочек достирается, мы его покажем, я просто переживаю, что не успеем показать. Да, всё сразу. А я пока скажу, для тех, кто не понимает, как заходить и как заказать на Озон, всё очень просто. Скачаете приложение Озон, заходите в момент трансляции в перечень товаров, вот он список, добавляете в корзину, потом переходите в корзину и оформляете заказ. Всё довольно-таки просто. Вы сами выбираете пункт, откуда вы сможете забрать тот или иной заказанный товар. Да, всё просто, поэтому смело заказывайте. Так. Так, смотрите, давайте пока вот процесс рассказывать, что-нибудь подарим. Да, давайте, что уже будем дарить. Так, смотрите, я думаю, мы порошок подарим, как раз вот кто у нас, если там остался скрин, как раз тот, кто нам рассказывал про бабушку. Про бабулю, сейчас я найдусь. Так, подождите, я делаю как раз скриншоты. Вот, смотрите, я сделала скриншот. Это Алёна Новикова, вот она написала, у моей бабули шок, я купил ей порошок, фанс бабуля оценила и бельё всё отбелила. То есть, Алёна, мы поздравляем вас, после трансляции в течение часа с вами свяжутся представители бренда и, конечно же, подарят вам этот замечательный порошок. Ну, пусть у бабушки не будет шока, пусть будет радость у неё, да. Так, смотрите дальше. Спрей, рассказываю, у нас есть два вида, то есть по функции они у нас работают одинаково, отличаются только ароматами. Есть такой нежный, зелёный свежести и такой более цветочный, это вот такой вот розовой упаковки. Те, кто любит такой цветочный, розовый, нежный такой аромат как для девушек, да, я бы, наверное, советовала такой аромат. Для мужчин, ну или те, кто не любит слишком такие цветочные ароматы, можно вот просто аромат свежести такой вот в зелёной упаковке. Рассказываю про них. На самом деле это новинка в компании у нас именно бренд Фанс. Спрей у нас, основная их функция, это нейтрализация неприятного аромата. Да. Плюс здесь у нас тоже на 99% нейтрализует как раз таки микробы, это тоже сейчас актуально на данный момент. Вот, можно использовать, применять полностью, скажем, во всём доме, но не только, можно освежать одежду. Да, вот я для примера хочу показать, действует, кстати, спрей у нас, можно так сказать, 24 часа. Да. То есть на ежедневное использование можно. Смотрите, легко и быстро используется, просто хочу показать, что он не оставляет у нас никаких пятен, то есть вы поворачиваете, то есть есть защита от детей или от случайного нажатия, то есть положение OFF закрываем и положение открываем. То есть мы открыли с вами и буквально 3-4 нажатия достаточно для того, чтобы освежить вашу одежду. Что мы можем и где мы можем использовать? Это обычная одежда, ту, которую вы носите ежедневно. Допустим, вот я сегодня там повыступала, один раз одела, допустим, пиджак, не хочу его стирать, у меня он чистый. Освежить я его попырскала и повесила в шкаф, как вариант, да? То есть чтобы... И уже всё готово. Уже всё готово. Даже если про какое-то прокуренное помещение такое. Да, если прокуренное помещение, запах гарри, если на кухне, вы пришли в ресторан или в какой-то кафе, где там ароматы, не знаю, жареной колбаски или что-то ещё. Бывает. Да, то есть в этой ситуации вы можете прийти попырскать на вашу верхнюю одежду и так далее. Где мы ещё и можем использовать? Это детские вещи, то есть детские игрушки. Ну это, кстати, важно, наверное, да? Потому что их не часто можно стирать. Не часто стирать, не все игрушки можно стирать. В этой ситуации что вы делаете? Вы тоже берёте... Давайте другим спреем попырскаем, более цветочным. Берёте спрей, да? То есть попырскали. Тут, кстати, вопросы можно ли использовать для постельного белья, я так понимаю, тоже можно. Да, я сейчас дойду, всё рассказываю постепенно. Можно использовать для постельного белья, да? Для освежить его. Плюс не только освежает. Здесь ещё не забываем, что 99% уничтожает микробы. Но сильного запаха едкого нет, спрашивает, да? Да, вот мы сейчас с вами стоим. Такой приятный запах свежести есть, но это не дезодорант. Это не парфюмерный какой-то там букет, который будет заменять вам туалетную воду или что-то ещё. Нет. Это именно нейтрализация неприятных запахов. Основная их функция. Большие объёмы, на самом деле, здесь у нас с вами, мы видим, да, хватает на очень долго. Можно, кстати, использовать в машине. Я, кстати, пока оглашу, да, что можно тоже сочинять рифму именно на данный спрей, потому что порошок уже разыграли, а вот спрей сейчас ещё предстоит кому-то выиграть. Он тоже антибактериальный, спрашивает? Да, он у нас антибактериальный, 99% уничтожает микробы, 24 часа действия, то есть на следующий день опять можете поиспользовать, куда вы ещё можете использовать. А ты же уходишь, да? Нет, я не ухожу, я хочу показать вам, да, что бывает так, что мы с вами ходим на спорт, занимаемся, бросаем свою спортивную одежду, обувь и так далее, и зачастую это всё пахнет не очень вкусно. Что вы можете взять, делать? Можете тоже с собой брать на тренировки вот такие замечательные средства, то есть взяли обуви, попырскали, нейтрализуете запах пота неприятный, оставляете. Сама же ваша спортивная сумка, она тоже, так как там перемешивается вся эта одежда, вы тоже можете всё это внутрь попырскать, да, в вашей спортивной сумочке, и в результате у вас получится нейтрализация вот этих все неприятных ароматов. На спортивную одежду можете использовать, как я сказала, можете постельное бельё, шторы, просто открыть ваш гардероб в кафе, попырскать, чтобы освежить. Там писал, кстати, мужчина про то, что очень хорошо в машине убирает запах табака и для спортивной формы после тренировок. Татьяна вот, например, говорит, а подарки получают только те, кто умеет сочинять? Нет. Кстати, можете придумать какой-нибудь лозунг для данного спрея, возможно, как раз-таки компания Джапоника потом возьмёт и выкупит у вас этот лозунг за ваши подарки и права. Да, да. Вот такой спрей можете выиграть. Татьяна, придумайте классный, например, какой-нибудь лозунг, да, такой как брендовое название, да, и я уверена, что тоже мы обратим сейчас внимание. Так, ну вот кто-то ещё спрашивал, а безопасно ли для детей всё это выносить? Да, это всё безопасно, так как здесь аромат, он выветривается, да, то есть он всё равно не остаётся, здесь нет какого-то едкого химического запаха, здесь у нас с вами нейтрализация бактерий, естественно, что не надо попырскать сразу ребёнку давать играть, нужно дать какое-то время, чтобы спрей, вот я попырскала, игрушка, она слегка влажная, да, чтобы всё это выветрилось. То есть большой плюс, что сами писио спрей, они не оставляют разводов, это тоже очень круто. Допустим, я видела, что случайно попала на твоё платье, да, видите, она высохла. Можно, вот сейчас уже пока идёт трансляция, пойдём, Витальд, покажем, вот я сейчас, давайте вот сюда куда-нибудь пшикну, вот, вот как-то так, и сейчас я пойду, да, ну вот вы видите, я сильно явно это сделала. Ну да, нужно в состоянии там 10-20 сантиметров пырскать. А я вот сделала так, да, ну сейчас пока эфир не закончился, мы как раз потом проверим. Да, естественно, там на светлые вещи, да, вот я попырскала, да, оставляем, слегка влажно, даём подсохнуть, и, соответственно, никаких следов ничего у нас не стоит. А спрашивайте, а для пола от запаха животных? Смотрите, от запаха животных тоже можно использовать смело, допустим, лоток, да, где-то какие-то уголки, просто дома вы можете так как-то распылить те места, где вы понимаете, явные запахи ощущаются животных. То есть животные, детские игрушки, спортивная обувь, одежда, салон машины, можете пырскать, нейтрализуют запах гари, нейтрализуют ароматы и всевозможные, скажем, табака и так далее. То есть, и вот спрашивайте, если как освежитель воздуха подойдёт именно от табака, ну у многих такая проблема дома? Вы знаете, ещё раз, это не освежитель воздуха, то есть это нейтрализатор, это тоже нужно понимать, то есть это не будет вам раскрываться, как вот вы зайдёте прям цветами или там свежестью таких зелени будет пахать, нет, он будет поглощать неприятные запахи, с запахом табака справляется, но если вы хотите какой-то прям потрясающий аромат в своей квартире, здесь уже нужно отдельно купить какой-то диффузор и так далее. Ну да, да, да. Так, ну тут уже пошли всякие стихи, да. Новый гель, прекрасный запах, безопасный аромат, для жены хотел купить я, но подарку буду рад. Кстати, вот, а замечательно, вот, слушайте, причём это написала женщина, но я думаю, это написал ваш муж просто с вашего аккаунта, да, Ларис? И дальше вот смотрите, это супер-пупер спрей, без микробов ты балдей, аромат он корректен и вперёд, вперёд, вперёд. Ну, допустим, так вот, да, мы стирали, мы стирали, наши рученьки устали, но теперь мы фан скупили, пятна быстро отбелили. Кстати, ещё вопрос, а для аллергиков подходит? Для аллергиков тоже подходит, но опять-таки не наносим на тело, то есть это не дезодорант, ещё раз говорю, мы наносим на одежду, вещи и так далее. Да, так, ну очень здорово. Высохло всё это, а после... Мы ещё не, да, ещё даже не вынимали носочек, у нас просто остается буквально 3 минуты, поэтому, конечно... Так, давайте мы тогда определимся с победителем. С победителем, да. Вот для жены мне рад, вот, мне кажется, такой прям полноценный. Вот это, новый гель, прекрасный запах, безопасный аромат, для жены хотел купить я, но подарку буду рад. Сделала скриншот, открываю, это Лариса Макаркина. Ларисочка, это вот для вас специально, очень здорово, спасибо вам огромное. И также спасибо Наталье, которая делает приятные комплименты, спасибо огромное. Вот, но нужно проверить носочек, как он там у нас. Давайте посаём. Так, ну он почти, можно сказать, отстирался. Ну, на самом деле, мало времени так-то полежал, и мы его вообще никак не трогали. Да, он больше такой ворсистый у нас, да, вот как раз земля у нас оказалась с какими-то ворсинками. Ну, я думаю, при полоскании всё это у нас смоется. Ну да, да, да. То есть, в принципе, нужно ополоснуть и всё, да. Давай ещё раз просто вот такой вот блиц-обзор сделаем, да, что сегодня было, что от чего, чем отличается. Рассказываю. Замечательные порошки с антибактериальным эффектом, с эффектом кондиционера для трудновыводимых пятен, с яичным белком для трудновыводимых пятен, с эффектом кондиционера, антибактериальный эффект. Да, все у нас порошки экологически чистые, не загрязняют окружающую среду. Также, помимо всего этого, они у нас концентрированы, хватает надолго, заменяют 4 килограмма обычного порошка. Помимо этого всего, у нас есть замечательный гель для стирки, который подходит для деликатных вещей, тоже с эффектом кондиционера, концентрат. Буквально нужно полкрышечки для стирки, справляется также с пятнами. Можно использовать всю бытовую химию для аллергиков и для стирки детских вещей. Кондиционер у нас два вида. Это такой ягодный приятный аромат с смородиной и второй такая платиновая роза. Для тех, кому хочется приятный нежный аромат вещей, мягкие вещи, антистатика, также обладает антибактериальным эффектом. И у нас кондиционеры еще пахнут очень замечательно. Но разницы в спреях нет, спрашиваю. Смотрите, разницы по действию нет, только аромат. Поэтому кому, я сказала, нравится более цветочный, нежный, приятный аромат, выбираем с такой вот розовой упаковочкой, где у нас розовый текст. Если хочется такой более травяной, приятный аромат, то мы советуем как раз таки. Ну и при этом действительно молниеносно исчезает этот спрей. Вы помните, я нанесла на платье, здесь уже не осталось ни следа. Вот виден только контур, который просто просох и здесь не проглажен. А так нет никаких следов. Я сегодня благодарю, конечно же, замечательную компанию Джапоника, которая представила для нас замечательные и японские всякие различные товары. Спасибо большое. Спасибо. Пока-пока. Продолжение следует...